А вы так и называетесь, Симулатом, да? Да? Одна команда, если хотели бы выражать, то есть одна. Принапин, заехали. А Крис за кого играет? За торпедом? А за кого? За хамаша? Ну да, конечно, мой джер, мой джер. На витлайне коэффициенты видели? Посмотри, тебя приятно удивит. Серьезно, не шумно. Я думаю, самое время промыть под, чтобы он стал скользким и позвать участников. Девочки, не надо быть в Курькове. Не надо, не надо, не надо. Давай, давай. Курьковы не надо. Спасибо большое. Ну как, на парке Горького почти. Не, сейчас высохи, все нормально. Все нормально. О, это же Псина. Неужели моя семья приехала? Привет. Это наш, Артем, он брат. Как думаешь, Артем, если бы это был собакой, это был бы такой собакой или нет? Ее вряд ли бы он был красивый еще. Больше бы я. Все-таки его зовут Леброша. О, Роман Спарцов. Я, кстати, видел, что у вас по-настоящему выходили фотографироваться. Это голосическая история. Вы сами не фотографировались. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тогда без напарника он пока отошел. Или могу вот так в его микрофон одновременно посчитать. О, я вообще себя замечательно слышу. Слышите, все супер настроилось. Звук супер, все супер. 555, 556, 557, 558, 559, 550, 10, 550, 11, 550, 12, 550, 13, 550, 14, 550, 15. Вы меня остановите, я же не остановлюсь. Я же могу до 550, 550 считать. Один, два, три, четыре, 553, 555, 557. Стало слышно, 558, 559, я даже себя слышу. Стало слышно, все. 558, когда я в два одновременно говорю, я слышу, вот если я буду густой микрофон, я себя буду слышать потрясающе. Все. Есть столько потрясающих вариантов. Например, я не больше скажу, я знаю человек, который назывался его сыном Леброфом, и он из России, и он профессиональный баскетболист. Просто смотри, Леброша, можно же назвать его Маняша, Фрицоша. Фрицоша? Ну, на тройнях и не ешьте, это не то, подождите, это не то. Значит, есть кто еще у нас из российских звезд баскетбола? Камаша. Камаша. Леброша и Камаша. Ну, тут не поймут, это надо их в Территорге собаку называть. А? Хорошо. Там что-то кричит Роман Скворцов. Алеша? Алеша, да. Честь Давыдова. Честь Алексея Шведова. Так, ну что, друзья, мы готовы к официальному открытию, а прямо сейчас не готовы мы к официальному открытию. Так, все-таки, я считаю, с 3-0-5 или не 3-0-5. А я считаю, можно назвать ресниши. Не Леброша, а ресниши. Блин, сколько вариантов. Ну что, Леброш, через руку забьешь? Давай. Ну, вот, ну, реально Леброш. Слушайте, тут про Кирилла Кискова спрашивали. Это вот не не он костюм наделал, нет? А ты мой-то скажи. Да ладно, Кирилл Атовальевич в сердечке. А ты будешь в рамочке тогда, если что? Не, ладно. Полина Завьянова. Полин, я не помню, ты на новую химию. Полин, я не помню, я не помню, я не помню. Про легендарного Ивана Ермакова. Иван! Он лучший из лучших, делающий одинаковые фотографии, лежащий на паркете. Здравствуйте, уважаемые зрители. Добро пожаловать в Челябинск. Винлайн чемпионат России в обыске пол-3 на 3. Наконец-то стартует новый сезон. Вот он уже здесь. И это прекрасно. И мы верим, верим в то, что кричит нам монитор на коммендаторской позиции. И мы будем видеть то, что комментируют. Андрей Беляев, Роман Скворцов. Работают для вас из Танкограда. Привет, Андрей. Добрый день, друзья. Ну, действительно, это потрясающе. Мы в океане страстей. В океане страстей, хотя, конечно, я бы сказал, вот эти вот границы начала сезона настолько размыты. Я бы сказал, что баскетбол 3 на 3 нон-стоп путешествует сквозь года. Это правда. И Спартакеада, и Кубок, и Супер Кубок. В общем, мы двигаемся, не останавливаясь. И вперед, только вперед. Два январских дня в Челябинске. Что они вместят в себя? О, друзья, много всего интересного. Ну, во-первых, это первый тандем женского турнира. Шесть команд два дня подряд будут бороться за рейтинговые очки, которые очень пригодятся для попадания в финал, в который в этом сезоне снова будет играться по токийской системе. Пять дней сумасшедшего баскетбола 3 на 3. И ждет это нас на стыке и у детей и у тебя. Но до этого еще дистанция огромного размера. В мужской части программы это у нас квалификация к первому мастеру сезона. И тоже у нас 12 команд мужских. Шесть сегодня и шесть завтра поборются за 4 путевки на этот самый мастер. Ну и завтра, помимо всего прочего, будет разыгран Супер Кубок. Четыре мужские команды, две женские. И все вот это в ближайшие два дня. Мы, честно говоря, завидуем себе, во-первых, условно, что мы все это увидим с расстояния один метр от площадки, не больше. Ну и, конечно, завидуем вам, потому что вы сумеете насладиться элитным баскетболом 3 на 3 в ближайшие разы. Да, действительно все лучшее, что есть в чемпионате России баскетбол 3 на 3. И сезона 2022-2023, и сезона предыдущего, потому что Супер Кубок, скажем так, еще идет оттуда. И в Супер Кубке у нас будет команда Гагарин. Которая не будет в чемпионате. Которая не будет в чемпионате, которая будет здесь, в отборочных. И называться она будет Бианорд Про. Да, вот так. Поэтому те же парни, которые будут в отборочных Бианорд Про, они же, что фактически будут представлять Гагарин на Супер Кубке. Да, ну, произошли, конечно, некоторые изменения в баскетбольской карте. И об этом не верим, и мы будем рассказывать, когда придет и там остается. Ну, а пока разминаются участницы первого матча женского турнира. Кимкинская находка и Казанский турбар схлестнутся в первом матче игрового дня. И вы сразу можете сказать, что стартуем мы вскачь. Потому что находка – это фаворит данного тандема. Находка – это вице-чемпионки страны. Находка – это настоящий королевы драмы, которые в одном броске от титула оставились в прошлом сезоне. И драматичнейший овертайм проиграли блистательному ЦОП Петербургу, которые второй раз подряд станут чемпионками, и которые завтра Супер Кубок разыграют против Самары. Ну, а что касается Тулпара. Эта команда два года назад была бронзовым призером финала. Чемпионат России по баскетболу 3 на 3, который проходил в Кабаровске. В этом году произошла некоторая трансформация, причем приятная. Тулпар стал профессиональным клубом 3 на 3. И на самом деле тоже такие далеко идущие устремления у данной организации имеются. Все это не просто так. Команда уже проявила себя на Кубке России, который проходил в Екатеринбурге. И с того момента даже усилилась. И здесь на самом деле такое усиление-то знаковое. У Казани нет Марии Паркиной, которая выступала в Екатеринбурге на Кубке. Такой мощный пробивной игрок. Но замена, я считаю, что более чем достойная. Сегодня за казанскую команду под 15 номером сыграет Екатерина Безгодова. Кстати, местная уроженка из Екатеринбурга. 32 года ей. И понятно, что громадный опыт баскетбола 5 на 5, казалось бы, классического. Но есть еще и другой опыт, о котором мы расскажем после небольшой паузы. Так, ну что, матч открытие. Находка против Казани. Москва против Киркет. Не-не-не, подожди, у меня шуточка была. Типа Чак-Чак-Сити. Пойду выпью Горилла Энерджи. Горилла Энерджи. Да, кстати говоря, Горилла Энерджи мы обожаем. Я бы обратил, знаешь, на что внимание? На новые баночки, теперь 0.33. В том году были 0.5, и было тяжело пить, в плане, и потом, что как бы много. А вкусов тоже много, хочется все сразу попробовать. Поэтому 0.33 это кайф. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 победительница мирового финала queen order это баскетбол 1 на 1 дорогие друзья и это тоже такая достаточно жесткая версия нашей любимой игры которая по совместительству является лучшей игрой с мячом на планете земля и вот в этом отношении как раз но будет любопытно посмотреть на локальные дуэли которые будут возникать по ходу этого матча между екатериной безгодовый и екатериной же лялиной одной из самых таких жестких баскетболиста нашего тура ода и Продолжение следует... 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 Дай бог, если мы увидим хотя бы раз эту классику по ходу этого сезона. Ну что же, счет открыт. Безгодова набирает первые очки в этом матче Таупар в оранжевом. Находка в розовом. Кстати, участницы тура в форме именно этого цвета. Книстра натоит наибольшее предпочтение. Все хотят играть в розовом комплекте, но не всем это удается. Нежно-морганцовочно, бы я сказал. Лялина пробует атаковать, у нее не получается. Мячу Тулпара. Так, издали неточно. Лялина забирает подбор. Никишина. Никишина снайпер команды. Ее нельзя одну оставлять на периметре. Она попадает издали. Подтверждаем мои слова, что ее одну на периметре оставлять нельзя. У меня вопрос. А кто тогда такая из Депская для этой команды? Депская. Это человек, который может все. Анна Сдепская появляется вместо Никишина на площадке, на корте. Ну, собственно, как раз снайпер остается. А Безгладова прям так потихонечку начинает прописываться на дедни штрафного броска. Она снова там. И снова никаких проблем не испытывает. Счет равный. 2-2. Минуты еще не сыграно. И Жеребцова. Опа! От забора. А вот так. На характере, я бы сказал, в Жеребцову попадает издали. Но, кстати, вспоминая прошлый сезон, в какой-то момент сезона ведь Лялина нашла у себя трехочковый бросок. А потом вновь убрала куда-то на антресоль его. И пока оттуда не доставала. С Депская. Идет проход по лицевой. И в итоге под силовым воздействием Татьяны Казаковой оказывается Валтик. Ну, это такое воздействие допустимое. В баскетболе 3 на 3. Казань в атаке. Безгладова. Ой-ой-ой. Издали промах. Жеребцова забирает подбор. 4-2. Накодка впереди. С Депской на Никишину Лялина присела отдохнуть. И пока Лялина так в тенечке, потому что пока все ладится у ее подруг по команде. Директорка, конечно, не то чтобы сильно удивила, но приятный сюрприз был ее дальнее попадание со скоком от щита. Никишина в порядке. Издепская пока себя ищет. Лялина вот так присматривается. Присматривается к соперницам и к тому, как складывается эта игра. Никишина снова Безгладова позволяет себе такой серьезный зазор между собой и миниатюрной Никишиной оставить. И расплата не замедлить. Никишина 2 из 2 из задуги. Опять же, Безгладова играла в баскетболе 1 на 1. Должна понимать ценность мяча из-под кольца и мяча с дальней дистанции. А, соответственно, лучше выйти уже на Никишину. Пусть она в конце концов обыграет на противоходе, как и любой другой игрок, но наберет 1 очко из-под кольца, чем 2 издали клинические снайпера. Их тут сплошная клиника. У находки команда профессиональная, команда тренирующаяся. Попасть может каждый, поэтому нельзя позволять бросать без сопротивления. Никишина снова одна, но на этот раз промахивается. Но, опять же, это такой тревожный фактор. Никишина постоянно имеет возможность атаковать. Понятно, что все броски она не реализует. Но это не тот человек, чьим броском можно рисковать в трезвом уме и здравой победе. Да, да, абсолютно точно провоцировать ее на атаке издали без сопротивления нельзя. Впрочем, как и Анну Степскую. Слушайте, но находка сделала выводы после предыдущего турнира в Екатеринбурге. Команда была, конечно, огорчена результатом, расстроена, я даже бы сказал, взбешена. И вот сейчас результат делает. Да, слушай, в Екатеринбурге прям несчастный случай с находкой произошел. Но, опять же, это вписывается в концепцию королев драм. Команда была сеянной, команда пропустила групповой этап. Команда начала с четвертьфинала и в первом же матче попала под один из сюрпризов этого кубка под ивановскую энергию. И проиграли, опять же, в овертайме. И как попали в этот овертайм. Там девчонки из Иванова забросили на последней секунде спасительный трехочковый. И потом еще один в овертайме, который принес им победу. Так что, да, ощущение недосказанности осталось очень серьезное. И, конечно, здесь находка будет рвать и метать. И вот как раз депское такое добавление огневой мощи. Но вот смотри, что по этой игре бросается в глаза Безгодова прям вот такая мишень. Именно она постоянно остается против снайперов подмосковной командой. И не добегая до них, вот как раз позволяет им расстреливать кольцо своей команды. При этом Безгодовой много мяча доверяют ей. Два штрафных она на старте заработала. Но Дяльин во второй раз подряд отбивается. И на этот раз даже с причинением урона соперницы Безгодовой требуется замена. Да, прилетела ей по лицу. Так проверяет она. И визуализация зубов там проходит. Ну и крепкости костей носа в том числе. Но вроде жива-здорова. Сейчас придет себя, потом вернется в игру. А пока Лялина под кольцом бросит мяч, получает его. И каким-то невероятным броском все-таки отправляет его в корзину. Да, Казакова такой волевой мяч забросила. И тут же столкнулась с необходимостью останавливать Лялину под кольцом. А это такое удовольствие. Знаете, как зубы рвать без наркоза. Вот приблизительно то же самое. 10-5. Наход впереди. При этом 5 командных замечаний. У находки лишь один полу-толпар. Первый медиа тайм-аут. И послушаем, о чем говорят девчонки из находки. Давай, давай, давай. Надеюсь, вы слышали, о чем говорят девчонки из находки. Мы нет. Мяч у команды в Нежно-Розовом. 10-5. Наход впереди. Ну, это не город находки. Город Химки. ЦСП номер 5. Курируемый Министерством спорта. Оборудово. Безгодова внутрь сносит Сдепскую. Анна ищет мяч над кольцом. Но его там нет. Скидка на периметр. И бросок отток крайне неточный. Даже не задевает мяч в дужку кольца. И в итоге мяч переходит к находке. Никишина начинает атаку своей команды. Варились на один край обе и Никишина, и Жеребцова. И Сдепская вроде как и хотела пойти влево. Только идти уже было некуда. Там все загромоздили. Подруги по команде. Сдепская говорит, погоди, давай-ка лучше я тогда. На мяч встану. Никишина. Опять одна. Опять дистанция большая. Но сейчас решила сыграть командно. Сдепская. Третье дальнее попадание. Пока не случилось. Два уже у нее на лицевом счету есть. Но вот сейчас девушки из Казани явно показывают, что делают они выводы. Потому что на Сдепскую уже выбегали. И так некомфортно ей было атаковать. Но не поздно ли? Похватились. Игроки до упара. 12-6. Двукратное преимущество находки. И опять же отыгрываться в матче против них очень сложно. Здорово Казакова. Зарабатывает право на штрафной бросок. И это у находки, кстати, шестой фол. Как раз издержки такой силовой игры. Два пробивных фола было в самом начале. Сейчас через штрафной. То есть может быть где-то раньше имело смысл это правило нарушать. Так, со штрафных пока девчонки сказать промаха не знают. 12-7. Детка еще один фол. Казани. Жесткая игра идет. Обе команды. С другой стороны, находка всегда и каждому своему оппоненту навязывать такую игру, что если ты ее не принимаешь, ты проиграешь ее абсолютно точно. Сразу и в одну калитку. Ну, как мы знаем, и теретельно боролась. Да, вот, поэтому, что вы хотите. Безгодова против Лялина и снова один в один. И снова Лялина отбивается. Бросок-то был произведен, но и второй даже. Но с каким сопротивлением оба раза. Лялина просто вездесуща. Жеребцова идет в свою любимую левую руку. Вот, при том, что сама правша из дистанции бросает правой. Амбидекстер. Бросает правой. Вот именно под кольцом уже годами. И вот любимая сторона это левая, а так именно левой рукой. Жеребцова. Бросала на линии штрафного броска. И не точно бросает она с этой самой линии Безгодова. Идет в контакт и зарабатывает право на штрафной бросок. Но на самом деле в этом отношении Безгодова просто молодец. Чувство соперника великолепное. Точнее, каждый раз увидишь, чтобы настолько стабильно выходил игрок на линию штрафных бросков. А теперь это именно линия штрафных бросков. Потому что это седьмой фолл на ходке и два исполняет Безгодова. Ну и вот, как вариант возвращения в игру. Да, четыре из четырех у Екатерины. И 12-9. Уполовинилось преимущество на ходке. Никишина роняет Жеребцовой под кольцо. И там Елена, ну, уже площадка кончалась. И поэтому уже в основном на ощущениях сбрасывала на дугу перехват. И Безгодова из-под кольца 12-10. И вот Таупар уже рядышком. И еще два полика в запасе есть у команды из Казани. Никишина в сложный момент берет на себя, мажет со средней. Но Жеребцова под кольцом попадает. 13-10. Оу, вот это пас от Казаковой на Безгодову. Безгодова под кольцом мажет. Но со второй попытки, да, поражает цель. 13-11. Два очка. Плотная игра до владения между соперницами. Зеребцкая внутрь пол Казаковой. В поле это пятое замечание. Ну вот уже видно, что 7 командных замечаний находки. И когда Безгодова получает мяч под кольцом и начинает обыгрыш. Уже не так плотно с ней защищаются девушки из-за подмосковных химок. Зеребцкая издали. У Анны пока не летит. Архангельская внутрь. С левой руки. На дальнюю дужку мяч падает. Траектории не хватило. В итоге выпрыгнула из кольца. Лялина против Абрамовской. Ух ты, промах Екатерины. Хотел задать вопрос, а умеет ли кто-то из состава Тулпар бросать издали? И понятно, что умеет это делать Абрамовская. Абсолютно точно. Я помню, как ее в Екатеринбурге уговаривали бросать с дальней дистанции. Но вот пока Тулпар без дальней атаки в целом. И, наверное, это проблема. Потому что все из-под кольца забросить не получится. Тем более есть команды, которые повыше ростом. А вот так. Казакова всем своим видом показала, что будет бросать. Ну а потом сделала отличную передачу Архангельское под кольцо. 13-13. Чем сравнялся. Лялина мажет из-под кольца. Архангельское затруднило работу соперницы. И это безбезгодовый. Продолжают девушки из Казани набирать очки. И более того, они вырываются вперед. 14-13. Плюс одно у Тулпара. Лялина здесь уже не могла себе позволить промахнуться. Тем более, что задержалась поле Казакова. Не успела помешать. Замельчили баскетболистки в оранжевом. Архангельское. Ай. Торопятся в атаке. Поэтому коротко промахивается Лялина. Но так аккуратненько ручку Архангельское оставляет у себя на какое-то мгновение. А потом отпускает, когда уже эта рука не нужна. Когда уже Архангельское абсолютно точно к мячу не успевает. Ну и хочется мне сказать, вот так как-то прям в голове. Мне висит просто король умер. Да, здравствует король. Ну в данном случае, наверное, королева. Я все к тому, что есть ощущение, что смещаются акценты в женском баскетболе. Да, о чем мы говорили, что вот те финалы, которые были все время. Санкт-Петербург и Самара вполне возможно мы их и не увидим. И так 14-14 у нас за 2.46 до конца основного времени этого матча. Никишина на мяче Живецово-Архангельское отдыхают. Здорово. Вот кольцо доводит до Лялины. И Екатерина тут не может пропаковать. 15-14 Безгодова. Воу, 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 Безгодова. Второй попытки отправляет мяч кольцо Безгодова. И по-прежнему шаг в шаг. Идут по дистанции этого матча соперницы. Лялина попадает. 16-15. Ну вот Лялина, ну не то чтобы проснулась, но начала забрасывать мяч в корзину. И сразу так игра чуть лучше стала у Находки. Но команда нуждается в дальних попаданиях, которые были в начале матча. И благодаря которым удалось создать себе преимущество. Вот такое весомое, которое было. Сейчас его нет. Ну и Толпар, не знаю, как сможет этот поединок. Но я думаю, потом, когда будут анализировать эту игру, будут вспоминать и думать о том, что вот если бы так не уступили в начале, то, возможно, и победили бы. Ой, времени уже не оставалось на атаку Казакова. И поэтому сумасшедшим сопротивлением вынуждены выпускать. Это чуть ли не первый бросок вообще казанской команды с дальней дистанции в этом матче. И он такой вынужденный. Ну понятно, что качество безгодовое нужно использовать. Использовать пробивные, но, тем не менее, так обедняются. Баскетболистки Толпар, конечно, свою игру практически не используют дальние броски. Действительно, ну, нельзя раз за разом стабильно входить в закрытую дверь. Хотя, вот, пожалуйста, Казакова показывает, что в принципе это возможности. 16-16. Детская наберение Дружко. Как-то так, траектории Аги пока не хватает. Все угоряется о кольцо Казакова. Вау, сложный бросок. Здесь надо поговорить Шерепцову, которая максимально затруднила сопернице атаку. Ну вот каждый раз, когда вот хорошую атаку, подготовленную, осмысленную, девушки из Толпар делают из-под кольца, прям видно, как чуть убирают момент контакта в защите девушки из Находки. Понятно почему, 7 командных замечаний. Но, с другой стороны, сейчас уже 6 у Толпар. Находка может чуть активнее попробовать себя в трехсекундной зоне. Жерепцова, ну-ка еще повтор момента. Оу, Жерепцова. Еще одно дальнее попадание Елены. Тот самый Х-фактор, который вносит элемент неожиданности в эту встречу. Безгодова под кольцом. Галина отбивается и очередной спорный в пользу защиты. И это опять Жерепцова. А ты видел момент сейчас, когда Безгодова держала мяч? В какой-то момент у Жерепцовой ноги, обе ноги оторвались от корта. И вот повторчик вы сейчас посмотрите. Ах, с ногами, когда Безгодова просто держала и мяч, и Жерепцову в своих цепких руках. Жерепцова не попадает, но она обязана атаковать, потому что создает ей команда момент для этой самой атаки Безгодова. Queen of the Rock это все-таки... Это она. Это сказывается, это звание просто так не завоевывается в индивидуальном мастерстве. Конечно, Безгодова хороша. Снегская издали! Это вам не королева бензоколомки. Это сильно-сильно круче. 18-17. Во-хо-хо! Вот это борьба. Вот это борьба. Архангельская влетает слишком поздно в этот схваток. Все три москетболистки Казани по ходу этой борьбы оказались на площадке. И в итоге это седьмой фоулинг, реально два штрафных изборка. В кувырке забирает этот мяч, используя весь вес своего тела. Ну, как в борьбе обычно и должно быть. И после этого, конечно, там идет на нее воздействие. Приличное послушаем. Хорошо? Сразу. Мы садим на маленький. С кольцом не фалите. Пусть одно забьет, потом просто мяч не берите. Все, верните на дальнюю. Вот как-то в кольцах добывают. Пусть из-под кольца и я одно весомое. Все, спокойно. Давай, время на нашу страницу. Давай! Кто победит? Мы! Тут у меня такой вопрос. А Казань вообще собиралась забивать два. По ходу этой встречи. Вот так, целенаправленно. По-моему, только если с учетом двух штрафных бросков. Вот так может быть и да. Лялина, Екатерина. Оу, ля-ля, Лялина. Ну, что происходит? Я не узнаю ее в гриме. Был какой-то всплеск активности в ее исполнении. Но что со штрафными? Неужели такова психологическая травма после финала? Вот здесь же, в Челябинске. Какой-то заколдованный город для штрафных у находки. Ну, сама реально забрала подбор, запустил сквозняк. И эта проблема 14 с половиной секунд у Тулпара, чтобы... Ну, по мере поступления сравнять счет хотят. Потому что, опять же, ну, я, честно говоря, не верю в тот вариант, что вот сейчас они вдруг раз и решат на победу заряжать. Это царская защита. Руки Безгодова поднимает, но мяча в них уже нет. И приходится палить на Никишиной. Но Никишина вряд ли простит за две с половиной секунды до конца. Ну, знаешь, вспоминая финал, когда дважды могли девушки победить, и тем не менее ошибались. С другой стороны, сейчас преимущество находки все-таки есть. У них одно очко в плюсе. Хотя бы один из двух реализовать. Хотя бы один из двух реализовать. И шансы на победу будут. Тогда надо только защититься против атаки Италии. Никишина, он там еще шаг до штрафной. Атакует и Абрамовскую вот так вынуждают спасать эту встречу. Но когда у тебя нет практики на протяжении всего матча, сложно. Вот так взять по заказу и на последней секунде через руки забить спасительный мяч. 19-17. Победа на ходке. Очень непростая, но, опять же, оцените уровень конкуренции, который составил команда из Казани в этом матче. И для них еще не все потеряно. Сейчас Николай договорит с мазлами-полупробками. И мы вернемся. А кто из Челябинска? Поднимите руку. То есть, Челябинска. Вы счастливые люди. Что, давайте посмотрим. У нас ЦОМ-2. Хороший матч, интересный нас ожидает. Кстати, а можно вопрос. Если здесь представитель, то я не знаю. И который, по рекламе, на который... Челябинска. Так вот, Николай, все, взял это, говорю, Николай, а я здесь, я здесь, он не слышит, там звук лук, а сейчас мы сядем, я ему все расскажу. Так, ну что, девчонки, самое время покинуть площадочку, я думаю, что осталось совсем немного до начала игры, мы ждем команды режиссера, может китап пока немножко постоять, нет? Девочки, все нормально, можете еще пока поразминаться немножко. Продолжение следует... Как вы думаете, почему никого нет на площадке? Все потому, что это я зря убрал, девчонок, да. Но ничего, чтобы глаз не мозорили, отдохнем, посмотрю на бустую площадку. Девчонки, извините. А вот тут выдавление, тут Миккерский, но... А как, ну, как море, вернусь? Не, ну а что, развлекаться так, по полной, знаете, речь. Скачался? Нет? Скачал? Нет? 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 Девочки, еще раз извините. Самое главное в машинках это честность, поэтому это я раньше времени вас убрал. Я никогда не любил кареты. Жека, Евгений Астровский, я видел ваши фотографии из постанового баскетбольного матча, где вы приходили в баскетболисты, вы играли в баскетбол. Ну, такие, чтобы есть саграмы, вот, знаете. Интересно, а он когда говорит «пол», игра реально останавливается, типа не играет 5 на 5, он говорит «пол», и все такие. Вот, смотрите, кто там пришел, такой красивый. Ты проявление Астровского? Это вот ты проявление Астровского. Сегодня, кстати, матчи комментируют заслуженные комментаторы. Заслуженные комментаторы, мы для вас можно больше партийного комментирования. Про вас можно предъявляем. Ну чего? У нас совсем немножко остается. Любимая команда Андрея Беляева уже на корте, команда МОА. Соб, лет, 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 цоб. Сколько лет, сколько цоб, как говорится. Что-то, один, 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 один. Света Розанова, у меня один с ее вопросом. Ты мультиварку привезла? Да, ну. Ты знаешь, Юра, в Калининграде, на финале Ю-23, как в Кнор Бел. Света Розанова из Рома, с собой, короче, мультиварку привезла. Насколько человек садится в правильной питании. Слушай, на самом деле, это вообще унику. Почти год назад в этом городе состоялся финал чемпионата России по баскетболу 3 на 3. Где выступал ЛУА, где прошло 3 тысячи человек. Где автопрати запомнится миллион от тех, кто узнал все подробности. Но, дай я вас вам. А ты знаешь, как называется команда СОП Санкт-Петербург? СОП Санкт-Петербург в памяти Валерии Диэрли. Валерии Диэрли? Короля Витера. Да, да. Так, ну что, друзья. Кстати, Юра, я бы обратил внимание зрителей на новую форму все-таки. Вот эти вставки по баскам вообще очень сильно выглядят. Такое ощущение, что после дезодорта вещи надевали и есть, запачкались немножко. Ну вот, нормально. Наш дизайн. Так, что, надо попасть? Попасть в эту руку в кольцо. Так, девчонки, ну-ка, все, лутные места оставили. Палка, вырусит. Палка, трешечку. На, куда тебе? Не, ну, пусть я уже попался в два раза. Пусть я прощался. Палка, трешечку. Палка, трешечку. Смотрите. Я выйду на масштейнбол. У тебя завтра как обычно? У меня мимо как обычно. А что мы ждем? Продолжение следует... 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 Светлана Розанова и Владислав Милешков. Уникальные игроки, уникальные платья красоты. Еще бы я обратил внимание на модель Барышниковой Пол Джорджи в расцветке короче говоря, салатовый. А у меня как-то боится это Пол Джорджи. Я боюсь Пол Джорджи. Это ж таких пар. Когда ты платья, это какие? Первые или нулевые Пол Джорджи? Третий, третий. Или первые, что-то такое. Первый, наверное. Кто хочет бросить, под пальцем я толстовку подарю. Отсюда, где сидите. Бросайте. Попадете? Девочки, отойдите, пожалуйста, из-под кольца. Сейчас, я на подборщик встану. У вас хорошая самооценка, Мишкина. Спасибо. А есть кто реально понимает, что он попадет? Кто может прямо? Есть? Есть? Нет, кто реально добросит. Вот мы тоже сейчас будем думать, кого он, кого он, кого он. Вот смотрите, как я, например. Вот смотрите, я могу взять отсюда и попасть хотя бы по кольцу. Кто хочет? Я дарю толстовку. Винлайн. Ты сможешь? Сколько в те килограммов? Двадцать пять? Давай. Шестьдесят? Ладно. Гордость мамы и папы, давай сюда. Есть еще кто может попасть? Я толстовку подарю. Может быть Дарья Шахмаева? Где? В наших кандидогене. Ладно. Давайте так, если я попадаю, я кому-нибудь сам дарю. А резницкая мне даст толстовку. Смотри. Он в список. Он в список. Он в список. Он в список не забил. Не видел движения в Чековцевой. Давайте бросать. Лучше бы не видел. Вы спросите, почему пауза? Мы подключаемся к иностранным телеканалам. Так. Кто хочет попасть? Попадешь? Реально? Ты сумку-то сними. Я так же ухудешь. Провешь ее. Ой. Челевинский Луи Витон. Спасибо. Всего доброго. Артем. Но нет у нас сильных мужчин в Челевинске. Есть или нет кто-нибудь? Кто может? Давай. Слушай, ну вот на месте смотри. Дай сюда Артем. Как так выходит, что ты здоровый, сильный, идет в ее руке, а не может выкинуть. Как я. Вот так. Видишь, это легко. Кто еще хочет? Со второго этажа хоть хочешь бросить? Есть желание? Сможешь отыграть без препятствий наставить туда мяч. Ну-ка, Артем, дай сюда. Смотрите, сейчас я покажу. Видите? Логотип Минлайн. Кстати, он уже отсюда попадал. И я закрали. Я не знаю, почему они попадают. Смотри. Держи микрофон. Баскетпол не очень. Занимайтесь и вам надо. И, Джей, Некраш, поставь что-нибудь русское, чтоб мы спели. А то все сидят. Поставь любимку. Хоть все посидят, хоть пупотвивают. Давай, Некраш. А мы сделаем пост в инстаграме. Никто не сможет запрещать, не говорить по месту, где знакомились с людьми. Э, а вы что, не похлопали? Блин, чтобы попал второй раз, у меня уже жена была бы. Доброе утро. Старших слушаешь, нет? Вот. Приснись-ка, это пять для ребят. Нет, не злоди рука. У меня на самом деле баскетбол простая игра. Смотришь? Бас мне, бас мне. А ты хочешь бросить? Давай. Ты сгорела? 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 Так, ну че? Ну что, как говорится, смотрите, потрясающий момент, наполненный красотой баскетбола. Че, брат? Че? Не, ну смотри, ты че хочешь, чтоб я попадал? Конечно. Я попаду. Ну смотри, давай, я очень этого жду. Ну пускай зрители похлопают, я их уходу. Дрители, давайте поаплодируем Юре Яговкину, чтобы он забил все-таки свой первый бросок в карьере со сверхдальной дистанции. Вот вам, чтобы вам на пеки попали, знаете. Нормально, похлопайте мне. Я просто, я устал не верить. Я когда засыпаю, у меня за стеной громче стучат вот так же. Я как болельщик у Койного, что же так нет, макомотивы, я устал верить. Да ладно, на, держите. Какие аплодисменты, такой бросок. Сразу пошел на голову. Не, подожди, давай, смотри. Сейчас уберу. И залезай. Ну, наконец-то. Наконец-то. Ты что, подряд собираешься? Я не верю. Друзья, дайте шуму даю. Он хочет забить два подряд. Это будет у него персональный рекорд в карьере. Не, не случилось. Давай теперь ты посмотришь, как я исполняю штрафы. Да нет, мы знаем, что это хорошо. Смотри, как я исполняю спотрица. Ну, не, это скучно. Вот. А штрафы можно подряд забивать. Я хочу подарить кому-нибудь подарок. Мне нужно, чтобы кто-то попал. Попал, попал, просто. Попал, попал, попал. Попал, попал, попал. Попал, попал, попал. Попал, попал, попал. Ну, подожди. Мяч. Мяч меньше, чем дырка. Логично. Значит, я должен попадать. Как правильно бросать? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА